Всем привет, с вами Дима и канал Гурьев Тейм 2, и в сегодняшнем новостном выпуске речь пойдет о супертяжелом дивизионе, а в частности приближающемся поединке между Тайсоном Фьюри и Дэн Тейм Уэлдером, так что попрошу перед просмотром видео лишь бахнуть видосу лайк, сейчас небольшая реклама и начинаем. Уже совсем скоро, 9 октября в Лас-Вегасе, состоится чемпионское противостояние в супертяжелом весе между чемпом WBC Тайсоном Фьюри и претендентом Дэн Тейм Уэлдером. В паре матч кэф на победу Тайсона 1,3, а на триумф Део 3,4, делай выбор с умом. Вдобавок компания Париматч, официальным амбассадором которой с недавних пор стал Александр Усик, предлагает широкий выбор других спортивных событий, ну и конечно же крутейший бонус до 2,5 тысяч гривен или до 100 баксов в вашей местной валюте. Как забрать? Переходим по ссылке в закрепленном комментарии прямо под этим видео, проходим простейшую регистрацию, делаем первый депозит и все. В течение суток получаем вкусный бонус на свой счет, добавь себе ярких эмоций и побеждай вместе с Париматч. Шугар Хилл Стюарт, тренер, обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поведал, как его боец отреагировал на поражение Энтони Джошуа Александру Усику. Тайсона много критиковали в своей жизни, так что он понимает, что это такое. Независимо от того, как сильно Джошуа и Фьюри хотят сражаться друг с другом, Энтони все еще человек и Тайсон испытывает к нему сочувствие. Как вы знаете, у Тайсона были свои внутренние проблемы, ему все еще приходится иметь дело с этими вещами и заботиться о себе. Никогда не знаю, что такие вещи могут сделать человеком. У Фьюри есть сострадание к Джошуа, и я понимаю это, так как испытываю такое же сострадание. Тайсон прочитал мне статью, я не знаю, кто ее написал об Энтони Джошуа. Они как бы пинали его ногами по заднице и наступали на него, когда он лежал на земле. Фьюри был очень расстроен и громко обсуждал это со мной. Все подбадривали Джошуа и хвалили, а теперь просто пнули его. Это худшее, что можно сделать, сказал Стюарч. Тем временем, сам супертяж-чемпион по версии WBC британиста Эйсон Фьюри внезапно согласился с громкими и беспочвенными обвинениями от своего американского антагониста Дэнте Уэлдера. В феврале 2020 года Фьюри удосрочил оппонента и отобрал у него чемпионский титул, но тот поражение не принял, заявив о том, что британец сперва подсыпал ему в воду какой-то гадости, а затем еще использовал запрещенный предмет, спрятав его в кулаке. Дэо до сих пор уверен или по каким-то другим причинам говорит, что цыганский король жулик. Вчера Фьюри не выдержал и во всем сознался. Перевод со ссылкой на wringe.com Пожалуй, пришла пора сознаться в содеянном. Да, я жульничал, но знаете что? Собираюсь жульничать вновь и в предстоящем бою, а как иначе, если мне позарез, нужно впечатать ему фейс поглубже. Если послушать Уэлдера, то я жульничал просто потому, что не должен был проиграть. Что мне ответить на такой вот аргумент? Чувак, мне тогда придет со мной жульничать, чтобы надрать тебе задницу. Далее Фьюри принялся перечислять все, что собирается использовать против оппонента в третьем бою. Я же цыган, верно? Возьму на ферме самую огромную подкову, спрячу ее в перчатку. Кстати, Дэнтэй, ты смотрел сериал Острые козырьки? К чему это я? Ах да, начинил я, значит. В прошлый раз перчатки подковами и динамитом. Сработало. Так что вновь я это обязательно сделаю. Хотя нет, пожалуй, в этот раз напихаю-ка туда побольше тяжелого металла. Также чемпион WBC в сопричужелом весе рассказал, что его мотивирует в боксе. Меня не интересует достижение в боксе, потому что я прошел здесь все, что можно было пройти. Вы же знаете, что я выиграл все титулы, которые есть в нашей весовой категории. Титулы больше меня не мотивируют. Теперь я стремлюсь к различным целям в рамках своей собственной личности. Я бросаю себе вызов и собираюсь увидеть, как далеко я смогу зайти. Я знаю, что мой соперник не может мне доставить проблем. Все дело во мне. Я просто в этот раз хочу уничтожить его и намерен сделать это быстрее, чем сделал в реванше, сказал Фьюри. Вдобавок, Тейсон Фьюри официально предложил своему соотечественнику Энтони Джошуа помощь, готов провести с ним тренировочный лагерь и подготовить его к реваншу с Александром Усиком. Предварительный реванш Усик Джошуа намечен на конец зимы, весну следующего года. Я верю, что если я буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то он однозначно одержит победу, заявил Фьюри. Я официально предлагаю ему свои услуги, готов тренировать его, готовить к бою реваншу. Я гарантирую, что он тогда победит. Я научу его драться, как подобает здоровяку, сказал британец. Ну а бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Дэн Тей Уэлдер верит, что обладатель титулов WBA, WBO и ABF украинец Александр Усик захочет провести с ним бой, если 9 октября американец отберет пояс у британца Тайсона Фьюри. В эфире подкаста Last 10 подкаст, бронзовый бомбардировщик заявил, надеюсь, что в это время в следующем году у нас будет абсолютный чемпион. Я не знаю, но когда я побью Фьюри, и если Усик во второй раз победит Джошуа, а многие в мире предсказывают, что это произойдет, если только Энтони ничего не изменит в своем тренировочном лагере, то думаю Александр будет человеком чести и поделется со мной. Я считаю, что мы сможем увидеть этот бой, потому что я вынесу Фьюри. В моей голове нет ни малейшего сомнения в этом. Тайсон не тренировался так же усердно, как и я, он не хочет этого так сильно, как и я, и он не знает, что его ждет. Они никогда не видели такого Уэлдера. Я докажу это всем моим скептикам и поклонникам. 9 октября будет веселый вечер бокса. Если на тот момент у Усика еще будут титулы, а я побью Фьюри, то думаю, что вы увидите этот бой. Но посмотрим, как получится, поскольку когда у бойцов появляются пояса, они ведут себя забавно, заявил Дэнтей. Ну и их чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью, в ходе беседы с экспертом Дозон, поделился своим видением того, как можно выиграть у украинца Александра Усика, если заставить его идти на себя. Не знаю, верил ли я когда-нибудь в то, что я так же хорошо боксирую, как и он. Я думал, что смогу хорошенько в него попасть. Я не знаю. Я никогда, никогда не считал себя таким же умелым бойцом, как Усик. Лучше я не был. Но я не сомневался, что если это будет удачный день для меня, то я смогу биться с ним на равных. Изо всех сил я старался заставить его рисковать. Я пытался вынудить делать его то, что ему было непривычно, чтобы он стал агрессивнее. Я хотел, чтобы он больше выкладывался. Заставить Усика по-настоящему идти на риск – это самое сложное. Если у тебя получилось это провернуть, то значит Усика проблемы. Усик начинает работать на максимум только тогда, когда он готов к этому. Если у боксера получается вынудить Усика работать так, и у меня это получалось за счет того, что я двигался назад, то полдела считай сделано, заявил Тони. Ну что, вскоре нас ждет пресс-конференция Уэлдер Фьюри, взвешивание и сам бой. Как считаете, какой вес покажут спортсмены и кто из четверки Уэлдер Фьюри Усики Джошуа имеет наибольшие шансы объединить все 4 титула? Пишите под видосом. Вот такие были новости. Напоминаю про жирный бонус от париматч в закрепе прямо под этим видео. Не забудьте подписаться на мой канал и ударить в колокол, чтобы всегда смотреть свежее видео первыми. Будем на связи. Субтитры сделал DimaTorzok